Внимание начали. Тишина в павильоне, внимание. Музыка! Доктор, теперь ваша очередь. Я не актёр. Я не буду участвовать в ваших спектаклях. Неужели дни, проведённые в этом доме, вас ничему не научили? Из тысячи гулеверов я выбрал вас самого глупого, самого наивного. А вы теперь хотите отказаться такой роли. Садитесь за мой стол, возьмите перо. Вы поставите точку в моей судьбе. Вернее, многоточие. Учтите, я буду писать только правду. Высшее значение этого слова. Я так давно живу на земле. Несколько тысяч лет. Каждый человек несколько раз живёт на земле. Просто у нас, наверное, ошибла память. Каждое время ищет своего героя. Ведь так. И актёрская судьба не может не отражать этих поисков. Одна из самых главных задач нашей профессии – умение быть разным. И в то же время и быть похожим на себя. То есть вкладывает своё сердце, свой ум. Счастливый случай послал мне профессию, которая помогает быть не только самим собой. Моя профессия – любить. Я не представляю себя без любви. Без любви в самом высоком значении этого слова в нашем деле невозможно. С Олегом ушло последнее аристократическое лицо в российском актёрстве. Янковский, как и, скажем, Иннокентий Михайлович Макдуновский, прилежал к тем людям, которые играют не на семи нотах, а на семнадцати. Дар этот от Бога. Это научить нельзя. Воспитать в себе это нельзя. Это не дано или не дано. Потому что из него какой-то такой свет исходил из глаз. Но это какая-то особенность его, Олегой. То ли он всё время живёт какой-то своей жизнью, которая отражается во взгляде. Вот он говорит с вами, да, а у него прокручивается какая-то его мысль. Понимаете, откуда это закрыто? Он смотрит своими этими безумными серыми глазами, понимаете, а чувствует, что у него там в голове что-то ещё. Он разговаривает, но он не совсем с вами. Владение вот этой вот магии кино – это когда своё существование в кадре ты ощущаешь каким-то внутренним органом совершенно непонятным. Если бы кто-то мог объяснить, что это, да, и дать рецепт этому, то все бы просто записали этот рецепт и так же гениально играли. Таким уж я на свет уродился. Мне захотелось с тобой поговорить о любви. Но я же волшебник. Соединение мастерства очень глубокого, глубоко лежащего в человеке. Мы с ним даже в такую игру играли, я на репетиции говорил, вот Олег здесь должен второй круг подсознания, а здесь третий, а здесь четвёртый. Он делал вид, что он записывает, была такая смешная игра, все потешались над этим. Но он, конечно, чрезвычайно глубокий человек, чрезвычайно интеллектуально оснащённый, с очень сильной нервной системой. Я посмотрел спектакль Саратовского театра, он играл князя Мышкина. И я понимаю, что это, может быть, спектакль не вызвал у меня особой радости, но у меня вызвало определённое уважение к нему, который держался на какой-то дистанции. Это был признак мастерства, между прочим, такого вот он. Он был, какая-то инородное тело, как комета, залетевшая в Солнечную систему. Я хочу сказать ещё, у меня есть такое подозрение, он получил, кроме училища, он получил дополнительный университет. Университет в виде общения с Оланом Быковым. Служили два товарища. Еще был такой фильм, где он, ну, очень много провёл дней съёмочных вместе с Оланом Быковым. Что такое Олан Быков? Я знаю немножко, поскольку с ним общался, и это такой сгусток интеллекта, нерва какого-то особого и психического настроя. Накормить-то мы, конечно, накормим. А вот чтобы мозги переделал, тут десяти лет мало. Может, и двадцати не хватит. Ролан Быков рядом, служили два товарища, гениальный артист. Но всё равно мне всё равно казалось, что немножко есть и театральщина. А этот киномеханик Олег Янковский, он был очень натуральный. Мы кого-то с улицы взяли натурального человека, которого не надо играть, и он вынужден быть в кадре. Я его заметил с этого фильма. Постарайся. Да уж постарайся. А то пойдёте под трибунал. Олег мог ничего не играть, но у него такие глаза, что тебе кажется, что там какая-то глубина. Есть другая биография ещё, кроме той, которую ты снимаешь. То есть вот это и было интересно. Это у некоторых артистов в мире тоже есть вот впечатление, что там ещё что-то есть, кроме того, что уже всё разокладывают. Понимаете, есть какая-то биография, которая не прочитывается, но она умно и понимает. Спрашивает, почему он у вас вот снимался так часто. Я говорю, видимо, я давал что-то, что он не получал в других фильмах. Скажем, в полётах я ему дал возможность быть и комичным, и трагичным, и драматичным, и всё в одном фильме. Это редко в каком фильме актёр получает такую возможность. Это же похоже на провокацию. Ты меня провоцируешь? Удивляюсь. Нет, ты меня провоцируешь. Ты забрасываешь ложный крючок, а вдруг я клюнул. А я действительно клюнул. И в присутствии всего отдела делаю тебе предложение. Это я всё специально придумал. Вот эта детскость, которая не уходит. Я не считал этот фильм антисоветским, как считало начальство. Я считал, что это невстроенный человек в это общество. Мне посчастливилось, что время тогда сконструировало героя. Так звёзды легли, что выбор пал на меня. У нас были герои, которых олицетворял Рыбников. Потом послевоенные годы потребовали романтического героя. Олег Стрижанов играл. Потом понадобился интеллектуальный герой, появился Баталов и более изощрённый Смоктуновский. А потом время потребовало ответить, где дети разбросаны по миру интеллигенции. Чем они занимаются. И на эту роль появился Олег Янковский. Перед тем, как на Тарзанке раскачаться, я говорю, да, с ним крупный план, вот так руки сделаю. И смотри так в сторону танцующего. Я говорю, а смысл какой? Да хрен его знает. Ну вот, знаешь, ты против всего этого. Ну против советской власти, ладно, если ты хочешь говорить всё такое. И у него самый грустный взгляд вот в этом фильме, именно в это время. Где-то шарик мой и летает, и медовый пряник тает. Ах, как жаль, ах, как жаль. Меня интересовал только Олег. Мне почему-то казалось, что через его органику, через его глаза, через это умение отсутствия в присутствии или присутствия в отсутствии, через него я могу высказать свои мысли. В следующем фильме «Поцелуй» он сам попросил играть эту невзрачную роль, которую некоторые считали, что почти как массовка, а Герман сказал, что потрясающе. Он такого Олега не знал вообще-то, который почти, почти нет его на экране вообще. То есть он в каждом кадре. Там Абдулов блистает, потому что у него роль такая, всё такое. И, ну, у него были большие глаза, у Олега потрясающие. Я ему придумал очки минус шесть. Я считаю эту роль очень отдельным явлением в творчестве Янковского. У него не было таких ролей. У него были яркие роли, да, а вот сыграть невзрачность и незаметность, якобы ты в массовке, знаете, вот для некоторых это так казалось. Хотя я сказал, что Лёша Герман посмотрел, посчитал, что всё-таки лучшее, что есть в картине, это Олег. В этом фильме, в отличие от полётов, наиболее широко мы с автором высказались вообще об интеллигенции, об отсутствии поступков. Он посчитал себя потомком великих поступков таких людей, как Пушкин, и вызвал на дуэль. По сценарию он даже стрелял. Но я не смог этого сделать. Я снял, что он упал в обморок. Ну, по разным причинам. Во-первых, он не может убить человека, во-вторых, нет поступка. Нет поступка. И в то время интеллигенция шушукалась на кухне, говорил на кухне абсолютно откровенно. Но наяву и публично мы не могли высказать то, что мы думаем, понимаете? Это и есть отсутствие поступка. И картина была об этом вот замороженном состоянии советской интеллигенции. И там мне нравится, например, в «Талисмане» другая мысль, когда Абдулов говорит, ну, ведь вы так не прощаете Дантеса, а ведь Пушкин-то с женой Воронцовой, еще что-то, все такое, 50-е. И Олег говорит по роли. Знаете, Вяземский очень сожалел о потере записок Байрона. Черт с ними, сказал Пушкин. И слава богу, что потеряли. Народ жадностью читает исповеди, потому что подлости своей радуются. Унижение Высокого. Он мал, как мы. Он мерзок, как мы. Рэти. Да? Братцы. Интересно. Он мал и мерзок, но не так, как вы. Иначе. Вы так думаете? Уверен. Вот ради этого мы, Акифи, создавали это все. С этим лицом, с этой органикой, с этими глазами у меня закончились сюжеты. Дальше я снимал жанровое кино. И я мог их и не снимать. А те фильмы, о которых мы говорили с вами, я мог снимать и без денег. Коля! Я думаю, что хороший артист. И Олег принадлежал именно к таким, Олег Янковский. Он пользовался, если можно так выразиться, не только нервной системой своей, своим, так сказать, аппаратом актерским. Он пользовался еще и психикой. Такой у нас был момент, когда, ну, зритель очень немного доверял. Понимаете, появилась кошка на сцене. В сцене Ленина и Клары Цеткин, которая играла Татьяна Ивановна Пельцер. Ну, еще были, значит, какие-то люди революционного настроения, стоящие на сцене. Когда выходит животное на сцену, поскольку с ним соревноваться невозможно, это момент страшный. Момент страшный, потому что все равно, как не играет, это все внимание кошки. Кошка посмотрела очень внимательно на всех, оценила, кто как, что из себя значит, подошла решительно к Ленину, то есть к Янковскому, и стала мою бок, значит, так сказать, мурлыкая ласкаться. Ну, раздались такие аплодисменты несусветные, которые я раньше не слышал, наверное, тогда, когда только появлялся Ленин на третьем съезде комсомола, который проходил в нашем театре. Алло! Слушай, давай смоемся? Удобно. Ничего, ничего. Ты покорми, а я через бар. Вперед. Мы снимались в фильме «Поворот» у Вадима Абдарашидова. И мы снимали на теплоходе, который плыл по Черному морю, там где-то в районе Батумии. Ну, и идут съемки на теплоходе, в фильме Абдарашидова. А в это время готовился, и нам уже, мы знали, что мы будем играть в обыкновенном чуде у Маркова Захарова. И вот уже съемки заканчиваются в «Повороте», и Олег по палубе вот в перерывах между съемками все время ходит со сценарием. Ходит так, кто-то мечтает на глаза, поднимает, задумывается, уходит в уголок куда-то, что-то бормочет. Его Вадим спрашивает, а что ты читаешь? Он говорит, да, так, вот сценарий. Он говорит, ну как тебе не стыдно, Олег? Ну ты же снимаешься здесь, что же ты сценарий другого фильма читаешь? То есть я хочу сказать, что Олег, он никогда не бывал в состоянии ничего не делания. Вот он уже снимается, он уже знал, как играть роль в «Повороте». Мы уже заканчивали съемки, у него впереди другая картина, и он вот свободную минуту, он не просто отдыхает между съемками, а он уже живет другим. Тебя кто-то обидит? Ты. Грубья. Что ж я окаянный наделал? Что ты натворил нынче утро? Курятники. Грубья. А кто обещал жить, как все? Жить, как все. Нам удалось договориться сразу, что такое волшебник в этом самом обыкновенном счете. Это не какой-то лесной колдун. Волшебник – это сочинитель, творец такой, человек, который творил некоторое пространство и создавал человеческие характеры. И Олег Иванович это делал как-то очень тактично, очень глубоко и весело. В этой профессии ничего не бывает легко. Чем больше я работаю, тем сложнее удивить зрителя. Цены я себе знаю. Но это необходимое условие для того, чтобы хорошо, честно работать в профессии, как и самоуважение, и какое-то тщеславие. Олег, он Мюнхгаузен по своей природе. Вот этот его идеализм, романтизм и в то же время ирония – это не юмор даже, а именно ирония. И самый ценный вид иронии – это самоирония. Это не иронизирование над другими, над недостатками других, а над собой. И вот это странное сочетание, казалось бы, парадоксальное, оно и делает его каким-то совершенно отличным от других. Ты меня заждалась, дорогая! Извини, меня задержал Ньютон. Кто это? Англичанин. Умнейший человек. Я непременно тебя с ним познакомлю. Тот самый Мюнхгаузен – это важный для меня фильм. Настоящий конфликт. Это никогда ругаются друг с другом. А вот когда человек противопоставляет себя, один обязательно, противопоставляет себя общественному мнению. Я понял, в чем ваша беда. Мы слишком серьезны. Умное лицо – это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь. Олег был вообще, у него было легкое дыхание, он был легкий человек. По нему никогда не было видно, это не было видно на экране, его страшных напряженных трудов по подготовке роли и по тому, как он ее играет. Он же всегда очень легко играл, правда? Чтобы он не играл драматическую роль, очень драматическую, как он играл, например, в «Крейсер» в «Эссонате», да? Или он играл легкомысленную комедийную роль. Но никогда не было видно труда, а труда было очень много. Тепловая плотская любовь – это ведь тоже не что иное, как страсть потребления, захвата, использования одним человеком другого в своих корыстных целях. Человек потребляет все. Потребляет неустанно, невоздержанно, неудержимо. Животное насыщается. Животное – зверь, знает воздержание. Человек никогда. Он не насытен, не воздержан во всем. И в этом ему погибли. Олег во многих ролях придумывал себе, конечно, сам рисунки и этим занимался и успешно. Но со Швейцарем было немножко не так. Михаил Абрамович был очень точно, знающий, чего хочет. И он этого добивался от актеров. И Олегу сначала это казалось немножко не так, как он хотел. Но через несколько дней он с удовольствием подчинился. И дальше у него было замечательное сотрудничество. Единственное, что он очень злился на двух человек. Он злился на этой картине. На Софью Абрамовну Мелькину, жену Швейцара, которая была вторым режиссером, и которая держала повесть, текст Грейцера-соната. И когда вдруг одно слово, то есть Олег, выучив этот монолог, пятиминутный, снимали дубль. Потому что я говорю, ну и что, нет, Толстого будем играть слово в слово. И на меня злился, потому что, ну, вагон, день, второй ставим свет. На третий день уже все направления свет известны. Уже искать ничего не надо. Просто включаешь, и процесс этот занимал очень мало времени. А ему, я думаю, нужен был как раз вот эти перестановки, чтобы, ну, еще раз текст пройти, еще раз порепетировать, то есть, еще раз подучить что-то. А тут, если только пересели, уже готов. Дядя, говорит, ненавидел просто на этих съемках просто. Он, знаете, еще обладал таким кинематографическим свойством. Вот говорят, человек фотогеничный, не фотогеничный. Вот очень долго ставили свет на всех там, на Абдулова, на Евгения Павловича Леонова, на других, на Миронова. А он как кошка. Вот как его ни снимай, при каком свете, с какого ракурса, он все равно выразительный. Олег Иванович камера любила. Невероятно. Это тоже магия, которую разгадать невозможно. Почему она кого-то любит, кого-то нет. Я сейчас говорю не мистическую вещь. Вот для кого-то, скажем, включающаяся камера и шум пленки, на кого-то это производит, скажем, зажимающий какой-то эффект. А может быть, для него это как раз был тот эффект, когда в нем включался абсолютно персонаж. Вот до абсолюта. И все. И Янковского не было, был просто здесь персонаж. Владение вот этой вот магией кино. Это когда свое существование в кадре ты ощущаешь каким-то внутренним органом совершенно непонятным. Вот. Это, безусловно, не просчитанная вещь. Это, безусловно, не какая-то школа. Это, безусловно, момент индивидуальности. Что здесь происходит? Я сейчас милицию вызову. Хотя я же понял, ты цветочки мешал. ВЫСТРЕЛ Цветочки на сцену носил, а? Мелькал перед глазами то-то-то там, а? Костюмчики с ботинками, с пряжкой. Куда ботинки ты, сволочь, делал, а? А? Куда делал с ботинками? Что хочешь, а? Ты чего пристал ко мне? Я хочу. Я за твое здоровье больше не ручаюсь. Я хочу. Иди, не приходи больше. Я приехал вплотную к съемкам, не помню, как Олег Иванович. Вот. И в первый съемочный день, и потом, как обычно, вот эта вот тарелка, вот, ну, когда отмечают первый съемочный день, вся группа сопирается в ресторане. Он говорит, ну, мы долго не будем, пойдем порепетируем. И я, честно говоря, так не понял, это серьезно или несерьезно. Прошло, ну, максимум 15 минут застолья. После этого Олег Иванович сказал, ну что, пойдем? Мы встали, и мы направились к нему на минскую квартиру, и до двух часов ночи мы репетировали. Что это было за репетиция? Понимаете, мы не проигрывали кусок, не искали какие-то интонации или тона. Мы говорили о нем, как о персонаже, обо мне, об этих сценах, и как это могло бы быть. Такая несчастная. Отомстить хотела. Олег Иванович перед самой командой «Мотор» сделал мне не замечание, а какую-то подсказку. Ты знаешь, ты вот это вот там типа скажи, но не быстро проговори, немедленно проговори, а проговори как-то так, проброс, быстро. Я говорю, да, хорошо. И так и сделал. После дубля он мне говорит, правильно, вот точно, абсолютно. Угу. Потом через какую-то паузу, такую вот паузу Яниковского. Он говорит, слушай, Гармаш, если ты думаешь, что я буду все время тебе подсказывать и делать замечания, то ошибаешься. Я это буду делать только тогда, когда ты будешь делать то же самое. И вот, вы знаете, он просто как-то организовал нашу вот работу, поскольку мы были два главного героя, он ее сконструировал моментально, в одну секунду так, что без, боже упаси, какого-либо там панибратства, но я на второй съемочный день стал себя чувствовать так, на съемочной площадке, как будто мы учились на одном курсе с Олегом Ивановичем. Чаще всего создаваемые образы – это наш общий труд, который непременно несет в себе отпечаток индивидуальности актера. А вообще мне процесс подготовки к роли нравится даже больше, чем сама съемка. Я люблю работать в тиши своего кабинета. Внимательно по сто раз перечитываешь каждую фразу и постепенно понимаешь, как именно ее надо сказать. И фраза за фразой, и шаг за шагом, перед тобой, как в кино, появляется образ человека, которым ты скоро станешь. Кого бы он ни играл, или падшего совершенно алкоголика, или он играет патриарха, вот это его личное что-то, которое просвечивает через все. Поэтому я думаю, конечно, вот тот образ, который Олег оставил в искусстве, во всех ролях разных, это, собственно, образ Олега самого. Я вас чем-то обидел? Нет. Вы были на высоте. Мне даже удалось продержаться джентльмена. Ваша оценка? Выше оценка. Да? Ну, нельзя быть джентльменом только один вечер. Он очень много работал. Особенно я это увидела, когда мы снимали фильм «Приходи на меня посмотреть», где он был режиссером. Он меня тогда просто поразил. Он приходил до такой степени подготовленный на съемочную площадку, что я очень редко видела, а я, в общем-то, работала с очень крупными режиссерами, с хорошими в кино. Чтобы режиссер был до такой степени подготовлен, чтобы он знал, вернее, что ему можно предложить. У нас в доме одна ваша. Ольга, завтра привезу вторую. В силу профессий наших, естественно, приоритеты поделились. Понятно, как. За мной была вся пластическая, изобразительная, мизонсценическая часть, а Олег – работа с актерами. И когда он был в кадре, то он всегда сам спрашивал, мол, ну, что… И, в общем, прислушивался к тому, что ему говорил. А когда он мне говорил, что вот здесь, знаешь, здесь надо бы, чтобы потемнее было, потому что, что мы тут вдруг… Я с уважением относился к этому и охотно это выполнял. И были вещи, которые он… Границы, которые он переступить не мог. На нашей же картине, на это время посмотреть, в сценарии он бьет по морде героиню. Пощечина. И на этом строится дальше. Без этой пощечины… Я ему объясняю, Олег. Без этой пощечины невозможно дальше строить эти отношения. Это этап. Чего? Кискин. Я не могу… Не могу я ударить женщину, понимаешь, по лицу. Не могу. И мы долго… Эту неделю мы перекладывали эту сцену, перекладывали каждый день, то есть мы с ним по этому поводу спорили. И вот это… В конце концов, удалось как-то убедить, и где-то там на общем плане, почти не видно, тут скорее фонограмма, вот этот, значит, хлопок, он преодолевая себя сделал. Он… Он вообще был аристократ. Аристократ. Абсолютно… Не знаю, какое происхождение, но по сути… Благодарю вас, граф. Вы спасли меня от бесчестия в тот ужасный день. Появился фильм Виталия Мельникова «Бедный-бедный Павел», и я должна была играть императрицу Марии Федоровну. И у меня должна была быть одна сцена, большая сцена с Олегом Янковским. И мы встретились в аэропорту. В самолете он сказал, я жутко волнуюсь, слушай, знаешь что? Мы должны что-то такое сделать, чтобы это не был костюмный фильм. Мы должны что-то найти, наденем эти парики, костюмы, и не дай бог это все превратится просто в такие ходячие красивые картинки. Конечно, все мы любим его фильмы и так далее. Это не обсуждается, он везде необыкновенный. Но как он мыслит и с каким трепетом, как художник, он думал об этом дне, это было что-то очень настоящее, что-то очень глубинное, интеллигентское, актерское, гражданское, человеческое. Он хотел, чтобы был диалог не только из того времени, а чтобы это все трансформировалось в умы современного человека каким-то особым образом. Как это может делать кинематограф, как это может делать хорошее кино. На меня одели этот костюм потрясающий. Ну, то, как мы готовились, сколько мы материалов прочли, сколько мы читали писем, как это все лето каждый из нас думал о том, и потом, когда наступит эта секунда, мотор начали, и мы оживем как реальные исторические персонажи, но реальные, живые, со всей гаммой чувств и так далее, сердцебиением. И вот этот вот трепетный момент наступает. То, что я видела, это сродни с каким-то чудом, с какой-то магией. Это был просто вот интеллигентный, умный Олег Янковский минуту назад. И вот, когда возникает ситуация съемки, я начинаю видеть почти физически, как от кончиков пальцев ног в его глаза переходит какая-то невообразимая энергия и загорается какой-то свет в глазах. Невероятно, я попадаю в плен этого света, он играет потрясающую эту сцену, снятую с одного дубля. Мельников в восторге говорит, все снято, повторять не надо. Какие? Государь с детства любил вырезать из картона замки и дома, но и что же? Так он проводит свое время в государственных размышлениях. Вероятно, от множества великих дел государь устал и мысли его в расстройстве. Если бы кто-то мог объяснить, что это, да, и дать рецепт этому, то все бы просто записали этот рецепт и так же гениально играли в театре и в кино. Конечно, Олег Янковский – это уникальный дар. Наверное, актер такого уровня рождается раз в сто лет, ему, может быть, не чаще. И его внутренняя интеллигентность и сила, и ум, парадоксальный ум, и непосредственность необыкновенная – все это в таком сочетании, именно в той самой химической пропорции, которая есть вот то самое грандиозное, когда на артиста смотришь и хочется, знаете, умереть в партнере или не выключать телевизор и любоваться его вот этим чудом. Наверное, самое главное в женщине – это не красота, а теплота, обаяние, мудрость, способность понять, простить, предугадать. Вот это и привлекает и является женственностью. Мужчина сразу чувствует, если этого не хватает. Вот почему картина «Влюблен по собственному желанию» стала такой родной многим. Сквозь все условности потянула к соединению. Олег Николаевич Ефремов говорил, что «Школа Станиславского» надо изучать по фильму «Влюбленные», да, «Falling in love», это где Мэрил Стрип и Робер Де Ниро. А я всегда говорю, если хотите изучить систему Станиславского, смотрите фильм «Влюблен по собственному желанию», где Янковский и Глушенко, вот этот дуэт. что-то совершенно удивительное по мастерству, что они там вытворяют. Я когда идет фильм, я никогда его всегда досмотрю до конца, пока не пойдут вот эти нуля, когда она говорит, вот так бы и умереть, да. Начинается этот финальный кадр, ноль-ноль, ноль-ноль. Время остановилось. И время пошло. Вот пока до этой минуты не досижу, никогда не выключает. Вот обаяние, да, такое, понимаете, актерского мастерства в сочетании с личностью. Все, поехало. Бывает экстраверта, бывает интроверта, да. То есть люди, которые открываются, очень открытые, бывают замкнутые, то есть два типа людей существуют в принципе. Вот он был человек закрытый. Раскрывался он. Такое ощущение, что он закончил, не знаю, пажеский корпус. Он был идеально воспитан. Вот откуда в нем, это понять не могу. Он, кстати, держался как Дэнди лондонский, понимаете. Вот в нем это была какая-то черта. Он особенный был. Кто мне ха-ха, хи-хи. Он все понимал, чувство юмора изумительное. Но дистанционное управление у него всегда было. Вот некоторая дистанция. Он держался, вот говорю, просто как английский лорд. Анна, твои чувства, это дело твоей совести. Но я обязан перед тобой, перед собой, перед Богом указать тебе твои обязанности. Всегда томило какое-то ощущение, когда я его видела. Ах, как жалко, что мы с ним никак не встретимся в кино. И вот опять, как я говорю, подарок судьбы. Анна Каренина, Соловьев. Я говорю, Олег, ты знаешь, я ведь снимаю среже, чем ты. Я говорю, в данном случае ты мне скажи, вот если что-то не туда. Он говорит, конечно, конечно. Он говорит, так, вот тут же здесь ты, понимаешь, ты перейди. Потому что ты долго застрял на одном месте, а в кино очень важно еще самомонтаж. Вот так сказать, может быть, кто-то видит, кто-то не видит. Но вот это вот нехорошо, понимаешь, когда ты постоянно упулишься в одну точку, понимаешь, как будто на крупном плане. А ты стараешься вот так вот здесь. Ага, давай, я здесь тебя обойду, а здесь вот так вот. И это такое, знаете, бромовское движение он выстроил, очень интересное. Я нарушила запрет, я форсила консинь. Неужели до вас уже дошли? Друг мой, вы не должны отдаваться горю, горе ваше велико. Но вы должны найти утешение. Я разбит, я убит. Я уже не человек воли. А потом мы, значит, идем в гримерку. Я говорю, слушай, Олег, у тебя принудительное обаяние. Он говорит, молчание, он опять что-то такое. Слушай, как ты сказала? Чего у меня? Я говорю, у тебя принудительное обаяние. И не хочешь влюбиться, а влюбишься. Молчать, когда… Или работать в таком, знаете, режиме, самом таинственном и прекрасном, когда одна тишина сменяет другую, а человек при этом молчит, это может быть только человек очень насыщенный, очень, ну, как сказать, любой так артист пустоват, у нас есть такой термин, да, он какой-то хор, он пустоват, что-то мне нечего сказать. Так вот, Олег себя насытил, насытил целенаправленно, умело, волево, редкий дар. Ну? Как ваша горка? Почему Янковский? Лицо потрясающее. Потрясающее совершенно лицо, уникальное. Вот лицо Янковского надолго останется у нас неким символом такой думающей России. Россия, которая способна к рефлексии, к размышлениям, к страданиям. Это лицо русского интеллигента. Москва. Я бы дорого дал, чтобы не видеть всего этого вовсе. Здесь крутятся деньги, я скован ими, как моя покойная бабка грудной жабой. Я должен признаться, что это одно из больших, как бы, событий вообще в моей жизни, встреча с Янковским. Я много лет хотел с ним встретиться в работе, но как-то, так сказать, это не случалось. И я ему предложил материал, от которого я был уверен, что он откажется, потому что это самый нелюбимый, отрицательный персонаж в истории доктора Живак Комаровский. И я, честно говоря, сначала думал, что он не пойдет на это. Но я ему объяснил, что я хочу и почему нужен именно он. Мне нужен был даже не актер, а вот личность, которая в состоянии почувствовать и выразить какие-то мельчайшие полутона человеческого существования, тончайшие какие-то переходы, какие-то совершенно интуитивные, неосознанные, малоосязаемые какие-то тона. Шутишь, что ли? Несколько. Почему я заинтересовал именно такой парадоксальный тип? И тут наступает, мне кажется, то, что свойственно только очень большим актерам и очень, так сказать, крупной и думающей личности. Когда человек в состоянии обнаружить в самом себе, в своей жизни и даже в своих поступках или, может быть, даже в своих мыслях, совершенно, так сказать, какие-то противоположные, парадоксальные вещи. Ведь актер все делает из себя. Он в себе нашел вот этого персонажа. Вот такого рода большие роли – это всегда исповедь, исповедь о самом себе. И в этом смысле он и как артист, и как личность был по отношению к самому себе абсолютно беспощаден. Я не знаю, в какой степени, где, когда и как это пересекалось с его жизненным опытом. Но я понимал, что это не чужого дядька он играет. Это все из себя. Это откровение про себя. Как вы думаете, из-за чего это все произошло? Из-за войны? Ваша версия крайне наивна. Война лишь повод. Из-за собственности молодого человека. И запомните, это раз и навсегда. Из-за того, что такие люди, как вы и я, этой собственностью могли распоряжаться по своему разумению. И не оглядываться на полицмейстера, ни на матушку церковь, ни на батюшку царя. А все остальное – туман, дымовая завеса. Свобода, равенство, братство для Люмпина и для быдла. Пока не выяснил для себя, что же такое это свобода, передуши друг друга. Он человек немножко другой эпохи. Эпохи расцвета вообще мирового искусства и кинематографа, и театра. То есть 70-х, 80-х годов. Он работал с Тарковским. Вот я думаю, что его столкновение еще молодым в достаточной степени, человеком с Тарковским, человеком, конечно, такой глыбой. Да? Глыбой и в профессиональном смысле, и в человеческом смысле, и в философском смысле. Очень сильно на него повлияло. Тарковский – совершенно особая история. Он не был наставником. Он из картины в картину переносил то, что его сегодня мучает. Он был весьма закрытый человек и не всякого подпускал к себе. Но у меня с ним идеальные сложились отношения на ностальгии. Мы проводили с ним целые дни. Вот это и есть репетиции. Потом он сказал мне, Олег, я хочу главные кадры своей жизни снять. Мы сцену без слов снимем. Проход со свечой. Сможешь сыграть жизнь и смерть? Я говорю, Андрей, ну, конечно, могу. Этой сценой со свечой я, наверное, больше всего в жизни горжусь. Все-таки главное в искусстве – состояние. И сказал мне об этом Тарковский. Я это на всю жизнь запомнил. У него совершенно есть разные роли, но каждый раз он меня как бы завораживал. И еще раз повторяю, вот это лицо божественное, уникальное совершенно лицо, которое само по себе об очень многом говорит. И это лицо с нами будет продолжать еще существовать очень и очень долго. Потому что актер уходит, но лицо это остается на экране. И даже новое поколение, которое просто уже это имя не очень хорошо узнать, да, это лицо они будут видеть, оно по-прежнему будет воздействовать. Потому что это, как вам сказать, это на все времена. Это правда не про время, не про персонажа, это правда про какое-то глубинное понимание русской ментальности. Я не был обделен судьбой. И вожиться с благодарностью. А как иначе? Сегодня в полночь, когда зазвонит колокол, я отплыву в далекую страну, где до меня побывал разве что один Данте. Его описание гениальное, но излишне мрачное. Я убежден, там много смешного. Записывайте, доктор, записывайте. Я диктую. И даже когда я уйду, вслушивайтесь. Я буду диктовать. Вслушивайтесь. Я буду диктовать. 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 Субтитры создавал DimaTorzok